Ютуб выпустит два обновления, которые кардинально изменят правила игры на платформе и зарабатывать на ней будет еще проще. Смотрите это видео до конца, чтобы точно воспользоваться всеми новыми лайфхаками от Ютуба. С вами Ютуб продюсер Влад Козыра. Памчак! Ютуб постоянно говорит о том, что нужно прокачать свой CTR, обложки, названия и фишку со ста новыми превьюшками, которые можно в АБ режиме тестировать и автоматически выбирать на Ютубе, вы слышали в прошлом ролике. Но Ютуб пошел еще дальше. Я в каждом видосе не зря говорил, CTR это не просто обложка, это обложка и название. И Ютуб выкатывает просто имбовейшую штуку на первый взгляд. Рекомендации от нейросети. И теперь, когда вы вводите свой заголовок, скорее всего это будет работать первое время только на английском, но потом заработает и на русском, Ютуб будет сам предлагать вам варианты вирусных заголовков. Воу, ничего себе. Сейчас у всех будет высокий CTR, загрузят 100 превьюшек, будут кликать нейросеткой и в принципе все, да, высокий CTR обеспечен. Ну, на самом деле, как бы не так. Я провожу небольшую теорию, что не только мистер Бист работает на Ютубе и бустит там все инициативы, но и что VidIQ, это тоже может быть проектом Ютуба. Ну, смотрите, было бы круто иметь какой-то сторонний софт, на котором можно обкатывать любую фигню, которую ты, в принципе, можешь потом внедрять себе на платформу. Ну, выглядит логично. И вот VidIQ очень долго тестировал функцию нейросетевых вот этих вот штук в названиях. И мы ее честно тестировали. Мы даже ей пытались пользоваться. Эта штука работала следующим образом. Вы вводите что-то, типа, как продвинуть видео на Ютуб за 5 минут, и VidIQ предлагает нам АИ нейросетевую и название, и описание, и теги. В общем-то, название это очень тонкий процесс. Я, когда делал свое обучение, я выделил целый блок, объяснял логику регистров, объяснял, каким образом нужно байтить, каким образом нужно играться со своим заголовком, чтобы выжать максимальные клики и очень часто эта нейросетевая штука сильно глючила. Возможно, на английском она работает лучше, но все равно без идей просто название практически ничего не стоит. Поэтому в первую очередь вам, делая ролики, нужно придумывать главный триггер. И это обновление лишь облегчит жизнь ютуберам, но не исправит ситуацию в корне. Да, плюс-минус, но ютубчики пропадут, скорее всего, совсем трушовые заголовки. Ну, как бы давно пора. Этому обновлению, конечно, лайк. И то, что это заточит контент под то, чтобы увеличивать свой CTR, это будет однозначно круто. Но еще очень важная штука в контенте, это не только CTR, это еще и удержание аудитории. И удержание аудитории проще всего достигнуть качественным монтажом. И качественный монтаж всегда был тем, что могут себе позволить только самые-самые богатые авторы с самыми крупными ютуб-каналами. Но все сильно изменилось благодаря программам от Movavi. И самое крутое предложение, которое только может быть, это Movavi Unlimited. Потому что это все программы, которые входят в пакет Movavi в одной. Плюс со скидкой 85%. То есть вы можете снять видео в 1080, проапскелить его до 4К в видеоконвертере Movavi, потом закинуть на таймлайн, автоматически применить всю цветокоррекцию с помощью невероятно классных лут-эффектов. Точно так же сделать авторскую инфографику, просто перетащив элементы на таймлайн буквально в несколько кликов. Также вы сможете улучшить свой звук с помощью AID-денойзера Movavi. Он позволит вам сделать сочный, качественный, супер-супер классный студийный звук без всякой дополнительной обработки. Просто нажимайте на одну кнопку, и все работает. Дальше фоторедактор Movavi. Сделали ролик, там же сделали превьюшку. Фоторедактор Movavi — это лучшая программа для того, чтобы делать обложки. В общем-то, Movavi можно назвать ютубер в один клик. Клик-клик-клик, вот тебе и классное видео. А поэтому вы прямо сейчас кликайте по ссылочке в описании и переходите на нашу специальную акцию, которая действует только для подписчиков Movavi влога, и получаете невероятную скидку. Ну а мы переходим к следующей новости, которая чуть более спорная. Смотрите, что придумал YouTube. Опять же, это все обкатывается в бета-тесте на каких-то случайных YouTube-каналах. Вы часто пишите комментарии? Напишите в комментарии, часто ли вы пишите комментарии. И, короче, суть в том, что часто в комментах люди проводят действительно много времени. И комментарии — это прям штука, которая тайно может запустить ваш ролик. Ну, типа, пользователь смотрит ваше видео, перематывает в комменты, начинает что-то набирать, может даже поставить ваше видео на паузу и набирать коммент. И таким образом бустанет вам удержание, и бустанет вам, собственно говоря, ролик. Так вот, YouTube делает все, чтобы люди в комментах проводили больше времени. Сейчас, без спроса фактически людей, авторов, YouTube будет добавлять гиперссылки на самые залайканные комменты. Ну, то есть, например, кто-то... Например, я снял ролик, как продвинуть YouTube-ролик за 5 минут, кто-то написал в комменты, вот есть вообще вариант продвинуть и за 1 минуту. И YouTube такой, бац, выдает сразу поиск, можно на этот коммент нажать, и автоматически он подтянет те ролики, которые релевантны данному комментарию. Слушайте, ну, звучит на самом деле очень сомнительно, я реально сомневаюсь, что в итоге это раскатится на весь YouTube, хотя он же хочет продлевать максимальную сессию просмотра, да? И если вы будете нажимать, по сути, на кнопочку, вы будете переходить на другие ролики, которые могут вас резко заинтересовать, и зрителям, наверное, кайфово. А вот что делать авторам, да? То есть, YouTube без вашего спроса будет теперь размещать ссылки еще, возможно, на ваших конкурентов. Ну, короче, обновление странное. Круто, что на данный момент YouTube даже на тех каналах, где это экспериментально внедряется, оставляет такую маленькую допфичу. Авторы могут потушить какие-то вот эти кликабельные комменты, да, которые YouTube автоматически сделал кликабельными. Ну и, соответственно, автор может отметить галочкой «Я не хочу to be my comment hyperlinked». В общем, понимаете, да, о чем идет речь? Ставьте лайк, если хорошо знаете английский. Ну и хорошая новость заключается в том, что когда человек будет кликать на ваш комментарий, ваш ролик будет отображаться, то есть на телефоне он будет сворачиваться вниз, а на десктопе он будет уходить вправо, и ваш ролик продолжит воспроизведение. Ну, как будто выглядит как то, что может заруинить удержание глобально на платформе, но, скорее всего, на платформе это принесет большую сессию просмотра. Мы с вами будем иметь меньше времени просмотра, а YouTube больше и разделит его еще между большим количеством авторов. Да, спасибо, что пока позволяете отключить эту функцию. Кстати, напишите в комментах, а работает ли эта функция у вас? Ну и обязательно спускайтесь по ссылочкам ниже, чтобы найти все продукты Movavi, все наши предложения. И помните, что лучший способ продвинуть свой YouTube-канал это обратиться к тому, кто это делает уже давно и имеет хороший опыт. Кто бы это мог быть? Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь на канал. Пока!